В Кирове 11.06. Добрый день. Начинается программа «Дневной разворот». Меня зовут Владимир Сметалин. Надо сразу же сказать, что сегодня не совсем обычная передача. С недавних пор мы начали, если можно так выразиться, экспериментировать, приглашать в нашу студию журналистов других изданий, наших коллег. Но я еще раз напоминаю, что наша площадка открыта для всех. И вот для того, чтобы еще глубже, еще шире, с разных сторон, темы актуальные для города и области обсуждать, собственно, журналисты, наши коллеги и участвуют в наших передачах. Я представляю своих соведущих Елену Жолову, редактор городского портала «Свой Кировский». Елен, добрый день. Добрый день. Насколько уютно в нашей студии осваивать такую радийную эстезию? Немножко непривычно, но осваиваемся. Ну, ничего, ничего. И Андрей Андреев, собственный корреспондент российской газеты в Кировской области. Добрый день. Добрый день. Да, добрый день. И сразу же представляем нашего гостя. Наши слушатели постоянно и прекрасно знают из анонса, в частности, что сегодня у нас в гостях в течение двух часов будет глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Илья Вячеславович, добрый день. Добрый день. С корабля на бал, насколько понимаем, да, сразу с рабочего совещания. Да, да. И да, пообщаться. Обосную сразу же, почему именно сегодня Илья Вячеславович у нас. Дело в том, что на прошлой неделе в Кирове состоялась презентация проекта Общественной палаты Российской Федерации. Называется проект «Что не так?». Это сбор предложений, замечаний жителей конкретных регионов, конкретных городов к власти для того, чтобы эти проблемы можно было обсудить и найти совместные пути решения. И вот 21 февраля у нас в городе побывал в том числе секретарь ОПРФ Валерий Фадеев. На улице прям собирались замечания, предложения от жителей города. Они могли в письменном виде все это оставить. А потом все это было озвучено непосредственно на круглом столе. И тогда, собственно, Илья Вячеславович проявил инициативу, то есть вас заинтересовало, видимо, это очень мероприятие. И вы проявили инициативу ответить на площадке СМИ, в частности, конкретно на нашей площадке, на вопросы жителей города и на наши вопросы журналистов. Напрямую. В общем, да. По-честному, собственно. Я сразу же говорю вам, наши слушатели, 211-101, напоминаю номер нашего телефона. Ну, поймите, у нас у журналистов есть вопросы, главе администрации города, у вас тоже есть вопросы. Давайте мы начнем со своих вопросов непосредственно. А первые звонки в нашу студию так ориентировочно начнем принимать в 11.20, в 11.25. Договорились? Договорились. Попробуем. Необычный, непривычный для нас для всех сегодня формат. Поехали. Елен? Первый вопрос. Да, первый вопрос. Илья Вячеславович, последние несколько дней до еще февральских праздников и после активно обсуждается вопрос о сносе кировского трамплина. Администрация города по этому вопросу достаточно непонятную пока для нас позицию заняла. То есть, вроде бы, говорится о сносе, но в то же время еще решение не принято. А если сносить, то что будет на этом месте? А если не сносить, то что делать с этим трамплином? Озвучьте, пожалуйста, вашу позицию. То есть, что вы думаете по поводу этого спортивного объекта? Понимаете, тут, наверное, роль играет еще то, что я все-таки приезжий. И сейчас вот благодаря СМИ и вашему изданию знакомлюсь с этим вопросом. Это то, что касается внешних каких-то фактов, которые вы знаете. Ну и понятно, что в администрации уже заданы все вопросы. То есть, мы готовим совещание, хочется понять. Потому что я могу свою позицию изложить. Понимаете, как человек из бизнеса и заводчанин, всегда есть люди, которые предлагают что-то срезать, убрать, остановить производство, потому что это не рентабельно и так далее. А ломать не строй, как говорится. Ломать не строй, и у меня всегда к этим людям был один вопрос. Ты-то сам вот ржавого гвоздя не забил, говоришь о том, что это нужно убрать, остановить. Давайте все-таки все время порассуждаем. Для чего-то это было построено. Другой вопрос, что техническое состояние там плена сегодня вызывает вопросы. И поэтому нужно мне сначала глубоко в тему вникнуть технически, потом уже, я так понимаю, что это такой дорогостоящий технический вид спорта, который есть у нас, я так понимаю, в России не много мест, где можно заниматься этим видом спорта. У нас прекрасный климат для того, чтобы им заниматься, потому что у нас, видите, какая снежная зима с довольно ровным температурным режимом. То есть, в принципе, я так понимаю, что мы находимся где-то вот со Скандинавией недалеко, а там и у нас традиционные успехи в этом виде спорта, и у скандинавов. Поэтому, я думаю, что нужно внимательно посмотреть. Другой вопрос, что, понятно, любой вид спорта, особенно технический, он требует правильного содержания и финансового наполнения. Вот чем это наполнять и за чей счет содержать, это тоже большой вопрос, потому что, хоть в издании вашем и было сказано, что этот трамплин требует восстановления и не таких уж больших денег. Это тренер и говорит. Ну да, это тренер и говорит. Много-мало, большие-маленькие деньги, это вот надо посмотреть. А можно нашим слушателям озвучить порядок цифр? Ну, насколько я понимаю, речь шла о 3-4 миллионах, как они говорят, на реконструкцию трамплина, для того, чтобы просто на них можно было заниматься, не проводя соревнования. И 6 миллионов для сноса. Но тоже эти цифры, я думаю, что нужно оценить, насколько они реально близки к... Ну, любой демонтаж, это, как правило, не маленькие деньги, потому что любой демонтаж требует, во-первых, обеспечения безопасности работы. Это я могу сказать, как производственник, это очень непростая операция, поэтому и стоимость тут маленькой не будет. Ну и потом, опять же, давайте посмотрим техническое состояние, потому что самое главное, это насколько объект безопасен в эксплуатации, насколько он соответствует нормам. То есть можно ли за, ну, как говорят, относительно небольшие деньги, можно ли его восстановить? Если можно, значит, будем восстанавливать. Если нет, будем дальше думать. Ну, просто вопросы вызывают то, что несколько лет назад он еще вообще не говорил о том, что его нужно демонтировать, то есть речь еще и мешала о реконструкции. Сейчас вот речь о том, что он вроде как сильно изношен, и его нужно срочно сносить. То есть это немножко такие противоречивые друг другу. А начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Надежда Анисимова сказала, что еще была возможность консервации, но она почти семь с половиной миллионов рублей стоит. Ну, будем честными, любая консервация, как правило, приводит к утере любого объекта, который законсервирован. Это тоже надо понимать. Поэтому, чтобы не лукавить и никого не вводить в заблуждение, вопросом занимаюсь. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся после мартовских праздников. К этому вопросу вернемся. И я думаю, что уже информации будет у меня достаточно для того, чтобы какие-то дальше думать, какие решения принимать. И можно будет уже рассуждать о том, в каком состоянии технически находится этот объект. Хорошо. Идем дальше. Андрей Андреев, собственный корреспондент российской газеты в нашем регионе. Илья Вячеславович, прошу прощения, я проснул немножко, поэтому так сыплю. Вчера пресс-центр администрации города распространил информацию, очень любопытную, о том, что есть желание создать в цепи оврагов засора некий образовательно-спортивный комплекс. Скажите, пожалуйста, вы в курсе, что вообще-то подобная идея, не, конечно, не один в один, но подобная идея, в принципе, уже рассматривалась и даже была попытка реализации в 2014 году? Я в курсе, что там была попытка реализовать спортивно-оздоровительные какие-то, так скажем, объекты. Спортивные залы, блютонные объекты, спа-салоны. Фитнесы, спа-салоны. Я сейчас вчера на оперативном совещании в администрации озвучил совершенно иную идею, потому что тема, поднятая в связи со школы 24-й, с нехваткой мест в образовательных учреждениях у нас, в общей образовательных, она постоянно подвигает к мысли, что нам необходимо думать. То есть вот мы сейчас в Шевелях озвучили, что работы проводим и переговоры проведены, первая, так скажем, фаза, потому что бы этот участок сформировать и там поставить школу. Но одна школа, она проблем-то не решит, и в центре мы будем мучиться этим дефицитом постоянно, пока не поймем какую-то программу, не создадим по этому поводу. И понятно, что в центре еще одна школа далеко не помешает. И во вага засора я сказал, чтобы посмотреть именно с точки зрения строительства школы. — Леон Семенович, простите, уточните, какое именно место? То есть это получается от Володарского до Ленина? — Понимаете, у нас, так понимаю, три площадки, разделенные улицами. Вот все три площадки, нужно посмотреть, куда из них будет оптимально посадить. Если это будет площадка трудовой резервы, значит трудовые резервы. Сразу хочу сказать, чтобы не было ощущения, что мы сейчас уничтожим спортивные объекты и так далее, задача найти участок, где можно разместить школу, и при этом рядом в соседнем овраге, через овраг, создать плоскостные сооружения, где можно заниматься спортом. Футбол, баскетбол, волейбол, если можно что-то еще, значит что-то еще. То есть нет цели там разрушить, ничего не создав. Есть цель создать школу в центре города с максимально развитой спортивной инфраструктурой. Если нужно будет для этого, скажем, провести глубокие преобразования в той части оврага, где находятся сегодня трудовые резервы, если это будет возможно, там же еще очень непростая ситуация и с рельефом, и с сетями. То есть это историческая часть города. Мы должны вписать здания с соответствующей архитектурой. И это все, следует предположить, удорожает реализацию этого проекта. Ну, это не значит, что этим не надо заниматься. Понимаете, потому что поставить кубики, которые, ну, вот традиционно сейчас школа современной здания, они такие, так скажем, не отягощены какими-то архитектурными излишествами. Довольно функциональные здания. Здесь нужно учитывать, что рядом три фонов монастыря. Это вообще центр города. То есть поэтому к архитектуре нужно подойти, ну, как минимум, бережно. Потому что после себя мы должны оставить ситуацию лучше, чем была до нас. И если рассуждать вот о сохранении спортивных объектов, которых у нас в городе, к сожалению, пока дефицит, то речь идет о том, чтобы вообще овраги провести в такое состояние, куда было бы приятно горожанам ходить. Потому что эта территория равноудаленная от всех центральных вот как бы районов. городов. И это можно сделать центром притяжения всех жителей. А сегодня, пока проезжаешь, и вот только одна часть более-менее благоустроена, которая между Карлом Аксопом и улицей Володарского. Володарского. Володарского, да. Вот эта сквер шестидесятилетия. А дальше там уже, получается, у нас такие пустынные территории в центре города. Почему бы там не сделать что-то хорошее? Безусловно, коллеги, всем бы хотелось, чтобы это был не просто пустырь, не просто оврат, который зарастает. Илья Вячеславович, вот я сегодня разговаривал с двумя архитекторами, которые являлись авторами прежнего проекта, да, культурно-спортивного комплекса, который в 2014 году разрабатывался. В 2014 году он начал реализовываться уже немножко, так скажем. Вот. И они выдали, так скажем, одно и то же, так скажем, экспертное мнение. То есть технически в этих оврагах можно посадить все, что угодно. Значит, но вопрос, собственно, один – это деньги. То есть вот примерно вот, если смотреть по тем проектам, которые первоначально там предполагались, то есть речь могла идти даже не о миллиардах, а о десятках миллиардов рублей. И вот первоначально проект предполагалось реализовать за счет средств, которые якобы выделит федеральный бюджет на юбилей города, да. В результате этот проект в эту юбилейную сумму, так скажем, не попало. Значит, инвестору тоже такие деньги не потянуть, поскольку, ну, просто не отбить, так скажем, за счет тех объектов, которые можно построить там, не разрушая саму вот эту вот структуру архитектурную этих склонов. Вот некий вариант – это как бы ГЧП. Вот на ваш взгляд, что вот здесь действительно за счет чего можно реализовать ваш уже проект? Ну, коллеги, давайте вот договоримся так. Во-первых, это не готовое решение. Я просто обратил внимание, у нас в центре города большие площади, которые пока, к сожалению, пустуют. Это, ну, любой овраг, так же, как и река – это такой уникальный объект, который можно очень удачно вписать в городскую среду, чтобы это было удобно, интересно, красиво, и при этом чтобы там было благоустройство, которое позволило бы там находиться людям, ну, в любое время суток. И учитывая то, что у нас большой дефицит школьных мест и в центре у нас есть участок, который примерно подходит под то, чтобы там расположить школу по нормативам. А участок, который находится в конце, вот где трудовые резервы, он составляет порядка 3,5 гектара. То есть, в принципе, теоретически можно было бы посмотреть. И сегодня не стоит вопрос о том, что все принято решение, мы там строим школу, и там переносим стадион, и там что-то делаем еще. Пока прозвучало только что, коллеги, давайте посмотрим, что там можно сделать и как там можно расположиться, понимая, что и рельеф непростой, и по оврагу у нас проходят инженерные сети. То есть, само по себе тут все очень непросто, но давайте посмотрим. Это примерно так же, как в шевелях. То есть, мы посмотрели, можно дальше двигаться в рассуждениях, можно ли там думать о расположении школы. Мы посмотрели санитарные зоны. Потому что, прежде чем озвучивать какое-то решение, что да, там мы смотрим, как посадить школу, до этого была проведена большая работа. Вот здесь примерно то же самое. Давайте посмотрим. То есть, следующий шаг будет какой? Вы дадите некое поручение по проведению изысканий? Да. Оно уже дано. То есть, давайте примерно прикинем, в какие деньги нам обойдется вообще освоение этих территорий. Если там это будут какие-то миллиарды или десятки миллиардов, как говорят эксперты, значит, будем думать, в какие программы мы можем войти. Если таких программ пока нет, значит, будем думать, как можно минимальными средствами это облагородить, чтобы там просто создать прогулочные зоны, например. Потому что в центре города почему нет? Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Сегодня в программе «Дневной разворот» ведут программу Елена Жолобова, Андрей Андреев и я, Владимир Сметанин. Небольшая пауза у нас сейчас, и мы скоро продолжим. Продолжаем нашу беседу. Ну и как планировалось, давайте попробуем подключать наших слушателей. 211-101, номер прямого эфира. Да-да, именно мы в прямом эфире сегодня общаемся. И на нашем сайте, а также на нашей странице ВКонтакте есть очень простой опрос. Помогать делать наш город красивее и комфортнее? Вы, уважаемые слушатели, готовы или не готовы помогать трудом, идеями, финансами, участвовать в обсуждениях? Вот все это в комплексе имеется в виду. На нашей странице ВКонтакте на настоящий момент лидирует вариант ответа «Готов» или «Готова». 70% его выбрали, но и с небольшим отрывом он также лидирует на нашем сайте эхакирова.ру. Вы, кстати, уже, Илья Вячеславович, за годы, простите, за годы, за месяцы работы именно на посту сити-менеджера успели оценить активность горожан в плане их желания, стремления улучшать пространство городское? Приятно, когда люди не стесняются выражать свое мнение и много очень интересных вещей. В любой работе нужно всегда слушать и иметь какую-то обратную связь. И я скажу честно, что мы и паблики в Вайбере по уборке снега, по уборке крыш организовали для того, чтобы такую обратную связь получить. И на всех совещаниях мы разбираем, в том числе, жалобы горожан. Ну вот, что там сказать, злой кировчанин и им подобные паблики. Мы смотрим. Постребованный паблик. Ну и там есть для нас информация, то есть где нужно прибрать, где у нас такие слабые места, где у нас какие-то неудачи, где убрали, но не так. Потому что было много жалоб, что проходит техника, создают валы, то есть вроде дороги чистят, но закрывают доступ к остановкам. Ну там это сразу все отражается. Поэтому мы внимательно всегда смотрим и стараемся максимально быстро реагировать, чтобы у жителей было ощущение, что все-таки мы их слышим. — Это первый ваш опыт налаживания вот такого открытого взаимодействия с общественностью? — Ну как вам сказать? — Ну, наверное, нет. — С кого берете примеры, возможно? — Ну, на любом производстве день начинается с обхода. — Хозяйство, собственно. — Ну да. Поэтому здесь примерно тот же принцип, очень простой, что нужно посмотреть, послушать, после этого сделать то, что необходимо. — А вам это легко дается? — Ну в общем… — Такое стремление к открытости. Вообще общительный человек? — Ну я бы не сказал. — Ха-ха-ха. — Для меня это определенно… — Любите слушаться о проблемах других? — Ну, это часть работы. Нужно понимать, что хочешь ты или не хочешь, нравится или не нравится, но это необходимо делать. Иначе у тебя просто не будет инструмента, который оценил бы адекватность твоих действий вообще. Поэтому обязательно нужно слушать и смотреть и читать. И это часть работы. Я к этому нормально отношусь. Ну и потом, кому какое дело, что мне нравится или не нравится, надо делать. — Вы работаете именно на этой собственно должности, и нужно делать. Елена, пойдемте дальше. — А еще вопросы? — Вот по поводу школ заговорили. Все уже давно нас уходит 24-я школа. У нас вот вопрос по смежной теме. То есть уже точно известно, что спортивная школа «Дюшн-4» и «Сваровского-74» в связи с переселением будет так тоже переселена. Да, но сейчас родители воспитанников и тренер находятся в полной тоже неопределенности. Что с ними будет, куда их переведут. Говорится о здании «Щер-135», это здании бывших яслей. Тренеры тоже говорят о том, что это здание и мне подходит, оно слишком тесное. И вот у меня вопрос, вот вы говорили о том, что нельзя проблемы одних детей решать за счет других детей. Не получится ли так, что, вызывая одних детей из тесноты, мы тем самым других детей также в тесноту отправляем? — Ну, мы, во-первых, пока никого никуда не отправляем. Почему вот на сегодняшний день определена, так скажем, пауза? Именно поэтому, потому что мы подбираем оптимальное помещение для того, чтобы… Я же говорил с самого начала, и вот, к сожалению, я не знаю, там из совещания в совещание это говорится, и это заносится в протоколы, что цель вообще всех этих манипуляций, цель — радикальное улучшение условий пребывания детей. В том числе это касается и спортивных школ, союз по хоккею и борьбы и бокса. Потому что сегодня те условия, которые мы наблюдаем на Воровского 74, ну, они, мягко говоря, долетят нормативных. И почему вот… Ну, у меня такое впечатление, что лучше вообще ничего не озвучивать, и потом уже какие-то поработанные варианты выдавать. Потому что начинаешь рассуждать, а люди цепляются и говорят, вот все, принято решение. Решения никаких не принято. Идет подбор вариантов. Если здание на счет 135 не подходит, а я знаю, что оно не подходит, значит, туда никто не будет переводить эту школу. Потому что сегодня рассматриваются совершенно другие помещения, рассматриваются совершенно другие варианты. Можем озвучить уже? Пока нет. Но пока нет, чтобы не плодить вот эти вот выдумки потом, которые мне же потом возвращаются в виде обращения на нашего президента Путина, что Шульдин хочет разводить весь детский спорт. Это не так. Сколько там известно ребят занимается? Нет, у меня нет таких сведений, но я думаю, что достаточно. Поэтому рассуждения же очень простые. Если у нас, например, дети занимаются в коробке в ледовой, то, наверное, логично было бы пустить их на лед, который круглогодично функционирует. Поэтому сейчас прорабатывается вопрос перевода детской спортивной школы «Союз» в ледовый дворец «Союз». Там необходимо создать им условия. Поэтому сейчас смотрим, как можно там провести за лето ремонт таким образом, чтобы и вновь пришедшие расположились с комфортом. И плюс к этому могу сказать, что нашим губернаторам Игорем Владимировичам дано поручение рассмотреть возможность создания второго льда рядом с ледовым дворцовым «Союз» и рядом с нашей «Дымкой». И там сейчас ищем возможности по земле, как это сделать, сделать, чтобы появились еще две площадки ледовые, которые бы позволили максимально предоставить возможности занятия спортом и хоккеем, и другим ледовым видом спорта, в частности фигурное катание. Сроки, которые Вы себе обозначаете? В этом году мы должны все это внимательно посмотреть и максимально краткие сроки это реализовать. Второй лед имеется в виду это крытое или закрытое? Крытое. Сейчас есть такие возможности для создания, так скажем, легковозводимых надувных. Стандартные такие надувные. Знаете, стандартные – это то, что мы привыкли такой надувной корпус. А сегодня есть по этому поводу много разных архитектурных решений, которые там и богаче смотрятся, и там гораздо интереснее с точки зрения архитектуры. Я думаю, что мы все эти варианты, поработав, представим на Ваш суд, чтобы это было уже понятно, чем мы занимаемся. У нас до рекламы, видимо, мы успеваем принять звонок. Слушатели, алло, добрый день. Вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. Алло, здравствуйте. Меня зовут Валерий Лунёв. Вопрос. Я представляю проект «Онлайн-садик». Мы устанавливаем видеокамеры, подключаем онлайн-наблюдение по желанию родителей в садах. Работаем уже в многих городах России. В чем вопрос? Вы выходили на департамент образования Вашего города и встретили категоричное приветствие в ведении онлайн-наблюдения для родителей. Хотелось бы узнать Ваши комментарии, причину отказа и возможность встречи злого города с Вами непосредственно для личной презентации проекта. Спасибо. Владимир, могу сказать, что вопрос для меня такой немножко новый. Давайте будем в нем вместе разбираться. Тут, видимо, речь идет в целом о мерах безопасности в дошкольных учреждениях, да? Ну, я могу сказать, что есть федеральный законодатель, на основании которого регламентируются вообще подходы к обеспечению безопасности. У нас сейчас такая ситуация с антитеррором довольно серьезная и много уделяется федеральным правительствам внимания обеспечению безопасности, это естественно. Поэтому нам предписано определенным образом обеспечить к определенному сроку, к 2020 году, определенные технические средства безопасности в школах и детских садах. Поэтому мы по этому пути идем последовательно. Если Владимир хочет в этом поучаствовать, то я приглашаю в администрацию время, пока не скажу. Я думаю, за эфиром он оставит свой телефон, мы его пригласим. Да, пожалуйста, если вы на связи сейчас, оставьте свой номер телефона. А если уже отключились, то, пожалуйста, еще раз перезвоните 211-101. Реклама у нас в середине часа традиционная. Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Продолжим нашу беседу через полторы минуты. Продолжается программа «Дневной разворот». Гость передачи сегодня Илья Шульгин, глава администрации города Кирова. Елена Жолобова, Андрей Андреев и Владимир Смутанин, ведущие. Немножко хочется продолжить тему образования. В какой стадии сейчас обсуждение строительства новой школы в Слободе Шевелин? На сегодняшний день мы провели с инвестором, который сегодня находится на этом участке, переговоры. Это компания «Киевский ССК». Я думаю, что мы понимание нашли. Участок очень непростой. Ситуация там и с инженерными сетями, я уже говорил, такая очень сложная. И, в принципе, на сегодняшний день инвестор довольно глубоко погружен в тему этого участка. При том, что у них довольно мощная проектная группа, я думаю, что у них получится нормально расположить школу со всеми плоскостными объектами. Там, правда, маловато места под полноценный стадион, но мы сейчас, я думаю, что вступим в переговоры с владельцами соседних участков для того, чтобы немножко площадь увеличить. Речь идет о выкупе? Выкуп, мена, там есть несколько механизмов, изъятие, которые тоже предполагают компенсацию за страт. Ну, то есть там, понимаете, будем максимально по-деловому и при этом тактично договариваться с теми, кто там может нам помочь с землей. каких-то жестких решений мы принимать не собираемся, это тоже должны люди понимать, потому что каких-то намерений кого-то там обидеть, решить свои вопросы за счет кого-то мы не собираемся. Вот-вот начнется эта работа как раз? Работа вот по предварительному рассмотрению, как сети развести, как школу можно подойти. Эта работа она уже ведется. Ведется уже? Да. А общение с владельцами участков соседних? Тоже? Тоже. Эта работа у нас сейчас запущена. То есть сейчас цель, как я уже и говорил, в 2018 году, если удастся пораньше, там, скажем, до конца 2018 года, ну, это вообще будет замечательно, договориться и сформировать единый участок, на котором можно уже спокойно вести строительство. При этом нужно понимать, какой проект мы выбираем. То есть сегодня идет подбор проекта, потому что это должен быть проект, прошедший экспертизу. Наше пожелание, чтобы там был бассейн, потому что у нас водных объектов в городе не так много. Поэтому, если будет школа с бассейном, это только приветствуется. Я, по крайней мере, на этом настаивать буду. И при этом, если есть возможность там посадить еще стадион или баскетбольную площадку, или волейбольную, то нужно это делать. И плюс к этому хотел бы сразу вот успокоить жителей, которые считают, что там нельзя школу располагать, потому что санитарные зоны заводов там накладывают свое, так скажем, свой отпечаток на этот участок. Если на сегодняшний день будет обнаружено, что какие-то санитарные зоны заходят на этот участок, ну, будем работать с заводами по экологическим нормативам. с одной стороны и с другой стороны, ну, будем создавать зеленую зону. То есть все мероприятия, которые, так скажем, создадут максимально комфортные условия для детей, они будут сделаны. Я, Вячеславович, правильно понимаю, что стройки ту школу будет Кировской ССК по той же самой схеме, которую строят КЧУС, Железно, другие школы, да? То есть… Ну, скорее всего, да. То есть тоже так же через выкуп администрации города по мере поступления в федеральные средства? Да, потому что этот механизм на сегодняшний день, ну, во-первых, он отработан, и мы видим результат. Я могу сказать, что вот всего 33, 35 субъектов из 83 в России с программой строительства школ за федеральные деньги справились. Поэтому… И Кировская область среди них. То есть мы построили уже вторую школу успешную и ввели ее в эксплуатацию. У нас с 1 сентября в школу в Орвенцево пойдут дети. И сегодня федерация выделяет дополнительные средства на наш регион. Поэтому мы должны этот вызов принять и реализовать. Потому что у нас острая нехватка школ в Радужном, в Долгушино, вот сейчас в Слободешеведе в центре города. Если нам удастся возможность такую увидеть, вот, Варага засора, давайте там посмотрим. Ну, то есть масса мест, где школы отто нужны. Потому что у нас, несмотря на то, что вроде бы демографическая ситуация, как нам сообщает статистика, вроде бы неблагоприятная, но при этом, видимо, все равно люди там приезжают в город, квартиры покупаются, люди улучшают свои условия и хотели бы видеть, чтобы рядом с их домом было куда детей отвезти и в детские садики, в школу. Поэтому вот в этом году программа принята, мы должны построить шесть детских садов и запустить строительство школы у нас в Чистых прудах и в Радужном. Ну вот, параллельно ведем строительство школы, будем вести строительство школы в Слободешеведе. Наша аудитория. Напоминаю, номер нашего телефона 211-101. Вы можете задать свой вопрос главям администрации города Кирова. Андрею, Андрею, хочу передать слово. Игорь Вячеславович, вот буквально несколько минут назад звонил радиослушатель по поводу систем видеонаблюдения. У меня как бы вот дополнение к этому. Вот меня просто возмущает не только меня, если посмотреть соцсети, они наполнены просто этими возмущенными откликами. Это вандализмом в городе, когда руками одних людей ставятся там рояли там в Гагаринском парке, там еще что-то там. Руками других людей эти же рояли разбиваются, рвутся струны, там разбиваются лампы на набережной и так далее. Вот недавно прошла информация, что у нас очередные деньги выделяются на установку камер видеонаблюдения на перекрестках, там видеофиксация. Понятно, это дорожная ситуация. Вот может быть как бы уже целую программу принять может быть в отношении предупреждения вот этих актов в реализма, потому что люди чувствуют свою безнаказанность, их не могут найти, и вот это вот может бесконечно продолжаться? Ну, такой вопрос очень… Непростой, да? Очень непростой с точки зрения технической. И самое главное, что вот я скажу честно, что меня всегда подобное поведение не просто возмущало, а оно просто повергает в полный ступор, потому что я не представляю, как я могу разрушить что-то, сделанное другими руками, и при этом то, что мы создаём, оно же ведь такими тяжёлыми усилиями даётся, потому что, ну понятно, что у нас и регион, и город может быть небогатый, поэтому то, что мы создаём, хотелось бы максимально сохранить. Поэтому у нас сегодня в администрации поставлен вопрос перед дирекцией зелёного хозяйства, там понятно, что мы будем определённое преобразование проводить, но пока это всё вот в планах, мы пока всё это смотрим. Нам обязательно нужно ввести службу парковых смотрителей, потому что большие деньги вкладываются вот в парки и скверы согласно федеральной программе, плюс у нас ещё есть своя муниципальная программа развития зелёных территорий. И понятно, что все средства, которые туда вкладываются, их необходимо сохранять, это всё должно содержаться в должном порядке и ни в коем случае не допускать никаких актов воднализма. Поэтому понятно, что вот вопрос, ну вот вопрос видеофиксации на перекрёстках – это вот как бы федеральные требования, которые мы должны выполнять. Пешеходный переход у нас пока в ненормативном состоянии, особенно вот возле школ и детских садов. На это особое внимание обратим в этом году при реализации программы БКД, и сегодня идёт речь в том числе с правительством, о том, чтобы были выделены дополнительные средства на обеспечение всех мер безопасности на пешеходных переходах. А то, что касается зелёных зон, парков, скверов, где вандалы чувствуют себя пока, к сожалению, безнаказанно, ну, я согласен, что там необходимо эту работу проводить. Но эта работа, понимаете, она вот, мы уже второй раз собирались с представителями силовых структур, эта работа будет строиться в рамках построения системы «Безопасный город», чтобы просто не допускать и уличной преступности, чтобы у нас снижалась. В том числе Министерство информационных технологий у нас областной, да, отвечает за это? В том числе, да. И вот у нас на рабочей группе это в администрации тоже на контроле. Поэтому работа, она такая высокотехнологичная, скрупулёзная, и в этом плане требует определённых финансовых вложений. Поэтому мы за этим будем следить, и у меня это и лично на контроле. Понятно, что сохранять нужно, но вот вопрос вандализма на самом деле он лежит несколько в иной плоскости. Я считаю, что вандализм он происходит от глубокой необразованности и неустроенности человека в жизни. То есть человек, который себя любит и уважает, он никогда не позволит себе подобных вещей. Поэтому эта вот вещь, она происходит прежде всего от, я ещё раз говорю, от низкого уровня образования, от низкого интеллектуального уровня и от полного отсутствия самоуважения. То есть человек себя не уважает, и окружающий мир для него это просто какая-то помойка, в которой можно делать всё что угодно. Поэтому я думаю, что вот в этом направлении нужно просто заниматься воспитанием нашего молодого поколения. прививать им элементарные базовые вещи, которые должны быть. В советской школе это всегда постоянно было. Но там были и созданы определенные институты, это и октября, это и пионеры, это из поколения в поколение всё передавалось. Потом люди шли в комсомол, поэтому были очень жёсткие социальные фильтры для подобного поведения. Такая была создана система, которая сама себя регулировала. И те люди, которые позволяли себе какие-то выходки, они, так скажем, превращались в определенные маргинальные какие-то группы и с ними уже работали. А сейчас, к сожалению, эта система утеряна. Чем её заменить? Ну, не знаю, неравнодушным отношением к окружающим тебя людям. А вот интересно, вы как отец своим детям как прививаете уважение к труду чужих, других людей в смысле? Ну… Я ожидал, что вы ответите личным примером. Ну, вот я как раз хочу сказать, что прежде всего личным примером, потому что если будешь плеваться, разбрасывать вокруг себя мусор, дети эту модель воспримут буквально и будут такими же. Поэтому только личным примером. Ну и плюс к этому, конечно, книги, домашнее общение. Надо вместе время проводить, уделять друг другу время. Вот это сложно в последнее время, но, тем не менее, обязанности это никто не снимал, поэтому выходные я стараюсь максимально с ними проводить. Ваш рабочий день во сколько начинается и во сколько заканчивается? Рабочий день начинается в восемь, заканчивается в восемь и далее. Ну, можно было и позже. Ну, я имею в виду, но уже физически трудно уже. Ну, физически, да, непросто. Я напоминаю слушателям, что мы общаемся с главой администрации нашего города Ильей Шульгиным. Вы можете тоже поучаствовать в нашей беседе 211-101. У нас минутка остается буквально до большого перерыва. Может быть, озвучим вопрос или будем уходить все-таки на новости уже. И начнем с чистого листа в следующий час. Советуюсь просто у коллег, у соведущих. Хорошо, давайте новости, тематические программы. И до встречи уже через 20 минут в 12.05 Илья Вячеславович будет с нами. Субтитры сделал DimaTorzok